Продолжение следует... Позволить себе быть выдутым прочь, это почти как получить удар покемонским приемом. Это довольно весело. Ах да, поздравляю с победой над лидером стадиона. Небесная башня. Место для упокоения невинных духов. Небесная башня. Это гигантский памятник. Интересно, это здание было построено вместе со многими призрачными и психическими покемонами? Или эти самые покемоны собрались здесь после его постройки? О, точно! Как твои дела со Скайлой? О боже, ты выиграл реактивный значок! Ну, значит, самолет должен быть готов к полету. Спасибо за то, что пришел за мной. Возьми это как благодарность. Попробую использовать его. Если покемон будет держать это яйцо удачи, оно немного повысит количество очков опыта, получаемых в битве. Наличие сильных покемонов облегчит заполнение страниц твоего покедекса. Ладно, я буду ждать тебя в городе Мистралтон. Ладно, я буду ждать тебя в городе Мистралтон. Ладно, я буду ждать. Извини. Может, дадим Скайле шанс показать нам ее навыки пилота? Похоже, что профессор достигла остановки в своих исследованиях. Готов запрыгнуть в мой самолет? Хе-хе, приготовьтесь к взлету! Ладно, Скайла, мы готовы. Пожалуйста, отвези нас в город Лентимас. Постойте! Ребята, постойте, 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 постойте! Я тоже хочу полететь. Я хочу провести исследование в реверсивной горе. Бианка, ты здесь? В последние дни ты начинаешь показывать преданность серьезного исследователя. Ладно, мы все отправляемся в город Лентимас. Хе-хе, похоже, что все собрались. Наконец-то пришло время лететь в небеса Юновы. Что ж, полагаю, что я должен рассказать тебе, почему я привела тебя сюда. Черин сказал мне, что группа людей, называющих себя Команда Плазма, планирует использовать легендарного покемона, чтобы захватить регион Юнова. Как ты можешь знать, в регионе Юнова есть два легендарных драконских покемона, Зикром и Решерам. Но два года назад каждый из них распознал двух тренеров как героев. И они последовали за этими тренерами. Так что Команда Плазма не может использовать драконского покемона. Это правда. Что они могут планировать? Мы все еще многого не знаем о Зикроме и Решераме. Вот почему я хочу услышать, что может сказать об этом Дрейден, лидер стадиона города Апилусит. Он драконский лидер стадиона, так что он может что-то знать. Вот так мы дошли до причины, почему я привела тебя сюда. Я хочу, чтобы ты пошел в город Апилусит и послушал, что может сказать Дрейден. И я также хотела бы, чтобы ты помог мне, если что-то произойдет. Да, это более разумный ответ. Лучше всего не сталкиваться с Командой Плазма. Но... Будет очень интересно узнать, что Дрейден может рассказать о драконских покемонах. Более того, это поможет заполнению страниц твоего Покедекса. Я буду в Дутри Вулкана неподалеку отсюда. Я хочу расследовать слухи, дошедшие до меня, о редком огненном покемоне в реверсивной горе. Дрейден — лидер стадиона, поэтому, пока ты не победишь его в битве покемонов, он, возможно, не захочет говорить с тобой. Город Лентимас, куда ведут крутые горные тропы. Впереди реверсивная гора. Эй, Нейт! Эмм, ты знаешь что? Я хочу кое-что исследовать здесь, в реверсивной горе. Но здешние дикие покемоны очень сильны, и у меня с ними проблемы. Не мог бы ты пойти со мной? Пожалуйста. О, не волнуйся. Я позабочусь о лечении наших покемонов, ладно? Готов? Пойдём. Знаешь что? Я не знала, на что я была способна, так что я отправилась в путешествие, чтобы разузнать. И я... ну, я не самый сильный тренер. Но я смогла продолжать своё путешествие потому, что мои покемоны старались изо всех сил для меня. Пытаться продолжать побеждать всех действительно тяжело. Но продолжать любить покемонов легко, и это делает всё достойным того. И я всегда хочу знать больше о моих любимых покемонах. Вот почему я начала работать как ассистент профессора Джунайпер. На самом деле, я не уверена, что действительно хочу быть ассистентом профессора. Но когда я занимаюсь работой, мне очень-очень весело. О! Город Анделла прямо дальше! Я хочу ещё немного осмотреться. Что ты хочешь сделать? Должны ли мы попрощаться пока что? Ну ладно. Я всё равно хочу ещё немного провести исследование о хитрании. Спасибо тебе за поход со мной. Будь осторожен до конца своего путешествия. Город Анделла. Город бьющихся волн. Постой! Давай посмотрим, насколько хорошо мы взрастили своих покемонов. До встречи! Меня отправили на голову. Продолжение следует... Постой! Смотрите, это правда. Смотрите, это правда. Поехали! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я даже не смог вывести настоящую силу моей команды... Какой я жалкий... Продолжение следует... Продолжение следует... Поздравляем! Твой девот эволюционировал в Самуротто! Продолжение следует... Продолжение следует... В конце концов, именно тебя официально попросили его закончить... Продолжение следует... 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 Кобалеон. Покемон стальной воли. У него стальное тело и сердце. Он трудился со своими товарищами, чтобы наказать людей, вредивших покемонам. Город Лакуноза. Методичен и упорядочен ради безопасности. Привет, Нейт! Хе-хе. Я использовала полет, так что, похоже, обогнала тебя. Спасибо за твою помощь в реверсивной горе. Если ты пойдешь прямо за город Лакуноза, ты достигнешь города Апилусит. Но перед тем, как ты пойдешь, я хочу, чтобы вы двое послушали кое-что. Что это? Ты скоро узнаешь. Поспешим сейчас. Вы, должно быть, те, кто хочет услышать старую историю о городе Лакуноза. Именно так. Пожалуйста, расскажите нам. Ну ладно, дорогуши. Пожалуйста, заходите. Позади города Лакуноза есть очень гигантская дыра. Вы слышали о гигантской пропасти? О, я слышала, что около гигантской пропасти было краткое понижение температуры до минус 50 градусов Цельсия. В общем, это то, что рассказал мне Черин. Дорога заблокирована, так что мы не можем попасть туда прямо сейчас. Давным-давно гигантская пропасть образовалась, когда большой метеорит упал с небес. Внутри этого метеорита прятался действительно страшный покемон. Метеорит. Когда ночь опустилась на землю, появился этот покемон. Холодный ветер следовал за ним. Он замораживал все вокруг себя и пожирал людей и покемонов. Вот почему всем было страшно. Покемон ел ли людей? Так наши предки окружили город стенами, чтобы помешать покемону попасть в город. Также было создано правило, запрещающее всем выходить из дома после наступления темноты. И это конец старой истории. Захватывающая история. Я добавлю ее в мои исследовательские записи. Нам всем пора идти. Этот покемон звучит очень страшно, даже в старой сказке. Неинтересно ли это сказка? Настоящая личность покемона может быть неизвестна, но сила, упомянутая в истории, невероятна. И я знаю. Сила замораживать все вокруг себя может даже соперничать с мощью легендарных драконских покемонов. Да, Бианка. Он почти как Зикром, который давным-давно испепелил Юнову безумными молниями. К слову, Нейт, ты помнишь историю Зикрома? Я рассказала тебе немного об этом в городе Лентимас, помнишь? Зикром – это легендарный драконский покемон, предоставляющий свою силу человеку, которого он распознает как героя, преследующего идеалы. У него черное тело, и он может выпускать устрашающие молнии. Профессор, вы думаете, что есть связь между покемоном из истории и легендарным драконским покемоном? Метеорит Метеорит Зикром был воскрешен из камня, называемого Темным Камнем. Давайте предположим, что метеорит из истории и этот камень – одно и то же. Примем во внимание, что элементы из той же эпохи были найдены в драконской спиральной башне, где был Зикром, и в гигантской пропасти. Это ничего не доказывает, но может быть кусочком пазла. Давайте пока что не будем списывать это на совпадение. Если ваши теории правдивы, это должен быть очень сильный покемон. В чем может быть причина его появления исключительно ночью? Типа, если бы не нравится солнечный свет или еще что-то такое. Пока мы не заглянем глубже в тему, будет сложно сказать что-либо. Теперь, если подумать, название Лакуноза могло быть образовано от дырявых облаков, которые допоминают сеть или решетку. Интересно, относится ли название к той части истории, где они построили стену, чтобы защитить город от этого покемона? Извини, я немного заболталась, не так ли? Нейт, не мог бы ты спросить об этом Дрейдена, если будет шанс? Я собираюсь проделать немного полевых работ. Бианка, поможешь, ладно? Конечно! О, просто чтоб ты знал, Дрейден, мэр города Аппелусит, борется со своими покемонами, чтобы подкачать их. Профессор Джунайпер, подождите! Как дела? Ты не видел команду Плазма в этих местах? Я слышал кое-что о них. О, божечки! Это вас действительно беспокоит, мои любопытные тренеры. Возможно, мне стоит как-нибудь удовлетворить ваш интерес. Причина, по которой я все еще часть команды Плазма, в этом... Я хочу знать, как изменится мир. Слушайте, покемоны — это природа, покеболы — цивилизация. Люди, привыкшие к цивилизации, легко от нее не откажутся. Конечно, и природа, и цивилизация важны. Но что произойдет с миром, захваченным командой Плазма? Люди будут вынуждены выбросить покеболы, продукты цивилизации. Я хочу знать, как это будет выглядеть. И я хочу насладиться этим. Закрой свой рот. Все, чего я хочу, это вернуть укладенного покемона. Нейт, помоги мне. Ты готов? Просто чтоб вы знали. Сейчас вы почувствуете мою ярость. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Трическую руку. Субтитры создавал DimaTorzok. Этот avanzал —RIki. Продолжение следует... Продолжение следует... Этого не должно было произойти... Эти тренеры напоминают мне о том, который был два года назад... Что важнее, мы должны продолжать наши поиски... Как сказал этот ученый, он может быть в городе Апилусит... Мы поиграем с вами еще раз позже... Вернитесь! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...